МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 марта стартует третий в этом году спецпоезд ЛДПР. На пути состава 10 регионов и более 300 станций, на каждой из которых пройдут встречи с местными жителями. В Москву поезд с командой ЛДПР вернется только 30 марта. На каждой станции депутаты-кураторы региона лично общаются с людьми, собирая наказы и обращения. Юристы разворачивают мобильную приемную, через которую собирают жалобы. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили правительственный закон о повышении с 1 апреля ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и средние дистилляторы. Документ был принят Госдумой сразу в трех чтениях. Если соответствующие поправки к налоговому кодексу утвердит президент, то уже с 1 апреля ставка акциза на автомобильный бензин повысится на 2 рубля за литр, на дизельное топливо на 1 рубль за литр. Дополнительные доходы от этой меры в 2016 году составят 75 миллиардов рублей. Мы сейчас свяжемся с Государственной Думой. Сегодня с нами комментируют новости Андрей Свинцов, депутат фракции ЛДПР. Андрей Николаевич, здравствуйте. Просьба прокомментировать эту новость. Да, добрый день. Ну, вы знаете, мы не голосовали за этот законопроект. Мы считаем, что повышение акциза в сегодняшних условиях – это мера преждевременная. Мы видим, что сборы налогов с топливно-энергетического сектора достаточно неплохие. Мы видим, что те доходы, которые сегодня идут от продажи нефти и газа, они пока еще достаточно высоки. И поднимать налоги на наших граждан – это недопустимо. Ранее, примерно 4 года назад, фракция ЛДПР вносила в Государственную Думу законопроект, который говорил о том, что действительно можно за счет небольшого увеличения акциза на топливо убрать транспортный налог. На сегодняшний день транспортный налог – это почти 200 миллиардов рублей ежегодно. И это все идет из карманов наших граждан. Огромное количество транспорта в Российской Федерации, которое используется сезонно. Это автомобили, которые наши пенсионеры, ветераны используют для поездки на дачу 2-3, может быть, 5 раз в году. Однако, они целый год платят транспортный налог. Поэтому мы считаем, что отмена транспортного налога – это обязательное условие для повышения акциза. И то не на 2 рубля, а не более чем на 20-30 копеек, что, собственно, позволит нивелировать вот эти выпадающие доходы. Поэтому мы неоднократно выступали за отмену транспортного налога. Мы продолжаем на этом настаивать, потому что это несправедливо. Постоянное повышение акцизов на топливо. Мы помним, что при цене нефти в 30-35 долларов в начале 2000-х цена бензина была 8-10 рублей. Сейчас она уже 40 рублей. Поэтому мы считаем, что все затраты бюджета, которые сегодня идут на социальную сферу, их можно покрыть за счет доходов наших госмонополий. Мы видим, как неэффективно там используются денежные средства. Поэтому мы считаем, что правительство принимает неправильные решения, снова обирая наших граждан и не занимаясь эффективностью в госмонополиях. А по сути, ведь нам обещали действительно, что будет отменен транспортный налог. И только тогда будет, скажем так, объяснено повышение цен на бензин. Получается, потребителя обманули в очередной раз? Да, безусловно, правительство выбирает самый простой путь для пополнения бюджета. Мы понимаем, что госмонополии достаточно сложная организация. Вот в некоторых компаниях, там Газпром или Ростехнологии, там несколько тысяч небольших компаний. То есть, это огромный холдинг, где наведение порядка может занять длительное время. Но, тем не менее, мы считаем, что это и есть ключ к наполнению бюджета. Несколько триллионов рублей ежегодно неэффективно тратится. Мы видели регулярно каждый год отчет счетной палаты Российской Федерации, где она говорит о том, что до 6 триллионов рублей ежегодно это неэффективные расходы. Поэтому это и бюджетные расходы, и расходы госкорпорации. То есть, огромные колоссальные деньги, 6 триллионов рублей. Напомню, что дефицит бюджета этого года в районе 2 триллионов, там от 1,8 триллиона до 2,3, в зависимости от того, как считать. Поэтому здесь мы что говорим? Что давайте наводить порядок в наших растратах. Потому что, если вы помните, буквально на прошлой неделе вышла статья в одной из центральных газет, где было сказано, что наша антимонопольная служба обратилась уже в СМИ, то есть, она уже не имеет полномочий, ей не хватает полномочий для наведения порядка в Газпроме, поэтому она обращается в СМИ. Говорит о том, что последний тендер Газпрома на закупку труб большого диаметра прошел по цене на 30% выше рыночной. И компания победила, и вот это все затихло. СМИ практически не обращают на это внимания, и тем более правоохранительные органы не обращают внимания, потому что понимают, что Газпром это фактически такая компания правительственная, и это если начинать возбуждать дела, проверки, это значит ссориться с правительством. Мы считаем, что ничего в этом плохого нет, надо разбираться, надо докапываться до истины, почему на 30% выше рыночной стоимости Газпром покупает трубы. И покупает не напрямую у производителя, а непосредственно у завода, а покупает у посредника. Это говорит о том, что здесь явная коррупционная схема, колоссальные деньги пойдут в чьи-то карманы. Мы понимаем, что в этот год предвыборный, наверное, часть этих денег пойдет на выборы. Мы понимаем, что каждый выборный цикл правящая партия тратит в десятки раз больше денег, и даже в десятки раз больше денег не только, чем другие политические партии, но и чем разрешено по закону. То есть есть по закону определенные денежные средства, которые каждая политическая партия может потратить, однако вот за счет таких вот левых денег, которые выведены из бюджета, выведены из госкорпораций, на выборы бросаются десятки, сотни миллиардов рублей, тем самым как-то правящая партия пытается удержаться на плаву. Мы считаем, что это недопустимо. Помним скандалы, которые сейчас возникли во Франции по поводу незаконного финансирования президентской кампании во Франции. Поэтому здесь мы считаем, что надо наводить порядок в этой сфере, а не перекладывать все дыры в бюджете на плечи наших налогоплательщиков. Ну по этой теме больше нет вопросов. Давайте перейдем к следующей новости. Также попрошу ваш комментарий. Ростехнадзору поручили проверить все шахты в Иркуте после трагедии на Северной. Специалисты Ростехнадзора в течение понедельника проверят все действующие шахты в Иркуте. Кроме того, сегодня начнутся выплаты семьям погибших горняков. Каждая получит по миллион рублей со счета компании «Воркута уголь», владеющей шахтой. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то позиция у нашей фракции по поводу этой трагической новости? Да, буквально вчера Владимир Жириновский через средства массовой информации разместил заявление о том, что компания, которая владеет этой шахтой, достаточно богатая компания, она имеет возможность платить нормальные деньги, которые платятся во всем мире. Это примерно 30, может быть 50 миллионов рублей за каждого погибшего горняка. Мы считаем, что это абсолютно справедливые выплаты, потому что компания действительно получает миллиардные доходы. Это одна из богатейших компаний в Российской Федерации. И тем не менее умудряется все-таки экономить на каких-то мерах безопасности. Шахты есть во всем мире. Мы не видим нигде, кроме как в России, никаких аварий вот такого масштаба. Да, бывают какие-то антропогенные ситуации, смещение пород, там может быть даже землетрясение, которое приводит к каким-то последствиям. Но это всегда один-два, может быть, пострадавших, иногда погибших. Здесь же десятки людей гибнут. Это говорит о том, что все-таки техника безопасности, какие-то должностные инструкции, система анализа и контроля воздуха в шахтах, она еще не совершенна. И здесь необходимо инвестировать именно в защиту и безопасность этой сферы деятельности, этого бизнеса. Потому что это действительно доходный вид бизнеса, и у них есть деньги для того, чтобы обеспечить безопасность. После нашего обращения в СМИ, сегодня утром я ехал на работу и слышал, что уже говорят о том, что до 5 миллионов будет повышен уровень выплат погибшим. Это уже хорошо. Действительно, сначала говорили миллион, теперь уже 5. Я уверен, что мы будем продолжать обращаться и в эту компанию, и в СМИ, для того, чтобы выплаты все-таки были адекватны и потерям, которые понесли наши граждане, их семьи. И, конечно, там осталось наверняка большое количество детей, родственников, которые потеряли кормильца. Это, конечно, очень печально. Мы приносим свои соболезни всем родственникам погибших и пострадавших. Поэтому мы считаем, что выплаты должны быть 10, может быть, 15, 20, ну, до 50 миллионов рублей, как сказал Владимир Жириновский. Это адекватная компенсация тем семьям погибших, которые сейчас, в общем-то, лишены всякой надежды на нормальное существование. Там небольшое количество вариантов трудоустройства. Поэтому, конечно, когда единственный кормильец погибает в шахте, здесь, конечно, должна быть существенная помощь либо от государства, либо от компании. В данном случае, еще раз подчеркну, компания имеет возможность выплачивать нормальные компенсации. Это богатая компания, она в составе огромного холдинга. То есть здесь мы считаем, что компенсации должны быть очень-очень приличные. А вот Владимир Жириновский еще в своих комментариях обратил внимание на довольно важный момент. Он сказал о том, что есть вероятность, что профсоюзы горняков не дорабатывают. Вот были известны какие-то моменты, были предпосылки к этой трагедии, но профсоюз не доработал этот вопрос. Как вы к этому относитесь? Да, действительно, сегодня профсоюзное движение находится на достаточно низком уровне. Мы не видим крупные выступления профсоюзов ни горняков, ни профсоюзов других профессий. Здесь мы считаем, что нужно усиливать работу профсоюзных организаций, особенно в такое сейчас тяжелое время, когда компании начинают заниматься экономией. И в первую очередь экономией на интересах наших работников. Это очень негативно отражается и в целом на социальной сфере, и на, так сказать, малых предпринимателях, которые в этом городе, да и в любых городах занимаются обслуживанием населения. И крупные компании, когда зажимают объемы заработной платы, начинают экономить на отпускных, начинают сокращать персонал, экономить на мерах безопасности, безопасности труда, безопасности самого оборудования, то, конечно, все это выходит достаточно серьезными последствиями, и гибнут граждане, и в целом начинает ухудшаться экономический климат в этом регионе. Поэтому здесь, конечно, мы считаем, что профсоюзные организации должны более серьезно работать, должны брать на себя большую ответственность, должны разбираться более детально в финансовых схемах, потому что, еще раз подчеркну, в крупных компаниях огромное количество денежных средств выводится за границу, мы видим, ежегодно 100-120 миллиардов долларов утекает за границу. Это делают в основном крупные компании, крупный бизнес. Благодарю вас, Андрей Николаевич. Мы сейчас прервемся на рекламу. Далее молния в прямом эфире. Продолжаем прямой эфир. Итак, в студии «Молнии» сегодня Даниил Белов, координатор Восточного округа. Здравствуйте. Добрый день. Конечно же, первый вопрос, когда приходят к нам координаторы, я спрашиваю, что происходит в округе, какие события, и что делаете вы? В округе все, как обычно, стабильно идет работа в постоянном режиме. Мы проводим в каждом районе нашего округа мобильные приемные, такие же, как вы упоминали, агитпоезды ЛДПР, такие же мобильные приемные. Собираем обращения, пожелания граждан, информируем их о работе наших штаб-квартир на территории всей Москвы. И работа, то есть положительный результат виден сразу, поскольку в наши штаб-квартиры стало приходить намного больше народу со своими предложениями, пожеланиями, кто-то с жалобами, ну и так далее. То есть мы работаем максимально со всеми социальными группами населения, донося до них нашу программу, наше видение ситуации. Ведь, как вы понимаете, со всех СМИ, особенно с экрана телевизора, идет в основном провластная пропаганда, у людей складывается такое однобокое впечатление о тех или иных событиях, и люди очень часто спрашивают мнение партии, мнение Жириновского. То есть это, я говорю, то, что слышу от людей, которые приходят, собственно, в наши приемы. Такие вопросы часто возникают. Мы для всех абсолютно, еще раз, социальных групп предоставляем какую-либо возможность участия в нашей партии или какую-то помощь. Для студентов у нас есть прекрасная возможность пройти практику в Госдуме. Мы сотрудничаем с ВУЗами, приглашаем их в Госдуму пройти практику. Возможно, поработать с каким-либо из депутатов, проявить себя как-то там, проявить себя в молодежной организации ЛДПР. И у них есть мотив к этому, поскольку все-таки молодежная организация это не просто какая-то там, побегал и все, и ушел. У нас многие депутаты выходцы оттуда. И для молодежи это интересно, возможность посмотреть, как работает политическая партия, и все узнать изнутри, проявить себя также. Для людей старшего поколения или даже для тех, у кого возникли трудности в финансовом плане, есть возможность всегда получить материальную помощь от Жириновского. Огромное количество благодарности к нам приносят в приемные Владимиру Вольфовичу за оказанную помощь, потому что никто больше этого не делает. Много-много очень обращений, связанных именно с нехваткой средств на лекарства. Но это сейчас объяснимо, поскольку ситуация в фармацевтической отрасли у нас неблагоприятная, мягко скажем. Да и вообще в стране ценовая политика. Да, ценовая политика. Ценовая политика, она такая повышательная, так скажем, 2014 год, например, на лекарства 10%, потом на 20% и так далее. И сейчас ситуация складывается таким образом, что возможно около порядка 200 препаратов из низкого ценового сегмента могут уйти с рынка по причине неревитабельности их производства. И у нас 80% лекарств – это зарубежные лекарства. Те лекарства, которые производятся на территории России, они производятся из иностранных компонентов, на высокотехнологичном иностранном оборудовании. И это мы называем производством, отечественным производством. Но это, грубо говоря, не так, и все это стоит дорого. Здесь без вмешательства государство не обойтись, то есть должны идти дотации какие-то, иначе поддержать низкую цену на лекарства, на социально значимые лекарства будет невозможно. И эта отрасль медицины и именно фармацевтика, на ней нельзя бизнесменам вот так вот цинично зарабатывать, поскольку это касается жизни и здоровья людей. Если цена на лекарства повысилась, человек в любом случае ее купит. Этим они и пользуются. Если, например, ну в отличие от других привычных продуктов потребления, которые можно просто заменить или временно им не пользоваться, с лекарством такое не пройдет. И здесь обязательно нужно ограничивать цену. То есть, например, закупочная себестоимость есть, к ней максимум прибавить определенную маржу, за предел которой выходить нельзя. И, ну, другими словами, ограничить стоимость лекарства социально значимого, чтобы выше определенной суммы, установленной государством, поднимать ее было нельзя. Здесь еще ситуация такая, то, что аптеки многие недобросовестные, они самые нужные и более-менее дешевые лекарства убирают в самый дальний угол и их никогда не предложат. Предложат самое дорогое. Вот, собственно, на этом, на это очень много жалоб. И вот у нас... А как вы реагируете на эти жалобы? Вы потом приходите, как-то контролируете... Мы реагируем. Они просят от нас материальную помощь за нехватку лекарств. У нас, кстати, вот очень хорошо так получилось, то, что у нас организован пункт сбора гуманитарной помощи вообще во всех приемных на территории Восточного округа. Началось это еще тогда, когда массово отправляли гуманитарные конвои на Донбасс. Вот, и Владимир Вольфович собирал гуманитарную помощь, несколько тысяч тонн отправили туда. То есть люди реагировали очень положительно. Несли продукты питания, продовольствия, какие-то вещи. То есть все-все-все покупали сами в больших количествах, нам на машинах в приемные привозили. То есть было приятно. И до сих пор мы... То есть вы идею продолжили? Да, мы ее продолжили, только мы ее немножко увели в сторону на наших с вами москвичей, поскольку они тоже нуждаются в помощи. Мы эту гуманитарную помощь отправляем в детские дома. Некоторые вещи мы раздаем прямо в наших приемных, поскольку люди просят, мы им предоставляем такую возможность. Об этом многое знают. Мы рекламу дали в соцсетях, в интернете. К нам очень часто это все приносят. Вот, и, собственно... То есть и лекарства можно, извините, что перебиваю, принеси лекарственные какие-то препараты? Вот, по поводу этого скажу. Значит, в рамках этого сбора гуманитарной помощи с нами сотрудничает одна из организаций ЮНЕСКО, которая к нам предоставляет препараты, различные лекарства со всеми документами, сертификатами и прочим. То есть срок годности, все в порядке? Все в порядке, абсолютно. Все свежее. В большом количестве за этим огромное спасибо. И мы эти лекарства раньше отправляли, значит, на Донбасс. Сейчас мы их раздаем в наших приемных попросту. Людям очень приятно, когда они приходят, значит, попросить у нас денег на это лекарство, а мы тут можем им выдать его. Они приятно удивлены. Как правило, конечно, то лекарство, которое мы можем им дать, оно не соответствует тому, что им требуется. Но, тем не менее, это лекарства, которые должны постоянно находиться в аптечке. Даже бинты там есть, там есть болеутоляющие какие-то средства, жаропонижающие и так далее. И здесь наша гуманитарная акция, она как никогда актуальна в ситуации с нашей фармацевтической отраслью, которая, к сожалению, плохо поддерживается государством и не контролируется должным образом. А так в наши приемные очень часто приходят и представители бизнеса какого-то, за каким-то советом, за возможной помощью. То есть юридическая консультация, по сути? Юридическая и просто, то есть со стороны партии, как партия может повлиять на их ситуацию. К нам недавно приходил молодой человек, он открыл, значит, пытался на тот момент открыть такую палаточку, где производилась какая-то выпечка, то есть у него была своя интересная идея какая-то. И он уже несколько раз на протяжении всего процесса открытия данного бизнеса, хотел это все забросить, поскольку все контролирующие органы на него со всех сторон навалились, не давали ему просто шагу ступить, то реклама не так, то еще что-то, хотя на соседних павильонах там выставлено с точки зрения чиновника вообще недопустимая реклама. То есть с его слов требовали взятку. Вот, но он со всем этим справился, сейчас постепенно раскручивается, значит. Страшно спросить, каким образом он справился, он все-таки подвергся влиянию, сделал как хотели или со стороны закона? Нет, то есть он все по закону, естественно, ни в коем случае, он просто от нас какого-то совета ждал, то есть как мы можем помочь и так далее. Вот что говорит о поддержке малого бизнеса, вот ситуации жизненные. Мы можем сколько угодно говорить о поддержке малого бизнеса, он чувствует себя не очень хорошо, особенно какой-то, который связан с производством, потому что сама процедура по открытию бизнеса, она уже вынуждает предпринимателей выходить в теневой сектор. Сама процедура, она очень сложна и множество согласований и так далее. Вот в случае с лекарствами, да, чтобы здесь произвести какое-то лекарство на территории России, необходимо несколько лет ждать просто и проходить процедуру согласования. Это просто тяжело и многим это просто невыгодно и неинтересно. Это должно государство более внимательно следить. Понятное дело, крупный бизнес, он максимально интегрирован там во властные структуры, ему вообще все хорошо, у него все прекрасно. Но с малым бизнесом ситуация по факту очень плачевная. Вот. Также мы на территории округа постоянно участвуем в различного рода спортивных мероприятиях. То есть во всех вообще максимальное участие принимаем. Недавно проходил у нас турнир по мини-футболу среди участников афганской войны. И мы для них предоставляли призы, подарки и прочее. На базе Института мировых цивилизаций мы планируем в середине марта провести крупный турнир по самбо с привлечением множества спортсменов. В спортивном зале, да? Да, у нас есть большой-большой такой спортивный зал, где очень комфортно проводить такого рода мероприятия. Там уже неоднократно это проводилось, и турниры по микс-файту, и силовых видов спорта различных, силовой экстрим, там проводят регулярно. Мы все помещения, которые есть у партии, мы всегда предоставляем возможность пользоваться ими всем, кому это необходимо. В полной мере, да. Даже на территории моего округа, во многих приемных проводятся там занятия английским языком для детей, кружки рисования, вышивания и так далее. Когда местная власть, она не может обеспечить людям помещения, должные условия для занятия творчеством, мы, пожалуйста, можем это предоставить, все эти помещения, грубо говоря, в их распоряжении, когда им потребуется. А где можно узнать о предстоящих мероприятиях, которые запланированы уже? О предстоящих мероприятиях мы анонсируем на нашем сайте, сайте ЛДПР МГО, Московское городское отделение. Там можно посмотреть телефоны всех штаб-квартир, которые находятся на территории Москвы, телефоны всех приемных, округов, данных координаторов и так далее. И мы, со своей стороны, мы работаем в постоянном перманентном режиме, то есть вне зависимости от старта избирательной кампании. Мы работаем постоянно, мы постоянно слышим от других представителей партии какие-то заявления о их славной деятельности, но по факту результата, да, мы не видим. Результат – это отзывы населения. Результата мы не видим. Наша работа, она налицо, естественно, и мы никогда не изменяем как бы нашу позицию, наши цели какие-то в угоду какой-то сиюминутной конъюнктуре. И работаем постоянно. Ну, подытоживая нашу беседу, напомните, пожалуйста, адрес для всех жителей вашего округа. У нас 4 приемных в нашем избирательном, ой, административном округе. Ну, избирательным, как следствием, да. 4 приемных, они находятся в Сокольнический вал, дом 4, Измайловский проспект, дом 57, в районе Соколинная гора, это проспект Буденова, 30, дробь 8, и еще один в Измайлово находится на Верхнепервомайской, дом 23А. Ну, в любом случае, все можно уточнить на сайте, да, и время? На сайте есть, без проблем можно звонить, обращаться, мы всегда открыты для диалога, поможем, подскажем. Благодарю вас за эфир, ждем вас снова. Спасибо. Это была «Молния» в прямом эфире. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok